Теперь про Польшу. О, давай, Маня, про трусики по своему профилю. Жги! Это, конечно, история фантастическая, потому что сегодня все ее воспринимают просто как, ну, польские власти закрыли российскую школу. Но, конечно, все намного серьезнее. По сути, это большая трагедия. Откуда появились все эти здания дипломатической недвижимости, наши собственности, здания, которые имеют дипломатический иммунитет? Мы же их не всями взяли. Были отношения Советского Союза с Польской Народной Республикой. И тогда все это и получило соответствующее юридическое оформление. Хм, не просто отношения. Между Варшавой и Москвой была настоящая любовь. Ведь в 1939 году двое захаровских кумиров, Сталин и Гитлер, благородно спасли польский народ от пагубного польского влияния. И оккупировали эти территории. Позже один из маньяков обвел другого вокруг пальца. Переоккупировал Польшу, устроил там настоящий ад и чуть было не взял Москву. Но ценой миллионов жизней Советскому Союзу все-таки удалось остановить нацистов, в конце концов победить во Второй мировой войне и снова вернуться в Польшу со святыми идеями коммунизма. И, конечно, братскими массовыми расстрелами. Как после такого поляки могут не любить Россию? Уму непостижимо. Затем Польша стала из Польской народной республики уже современной Польши. Поменялась система, поменялась идеология, поменялось все. И постепенно, постепенно у них появлялись соответствующие вопросы к нашей дипломатической недвижимости, собственности и так далее. И теперь вломились в школу. Школа сейчас не закрывается, она переезжает в другое здание. Мы просчитывали и эти варианты. Сейчас несколько дней понадобятся на то, чтобы перевести школу и перенести учебные занятия в другое здание. Учеба будет продолжена. Короче, не все так страшно. Российское образование на территории Польши спасено. Вышвырнутые из одного здания уже скоро будут вшвырнуты в другое. Но тут у Соловьева наконец-то возникает вполне логичный вопрос, который он по причине своей шизанутости считает странным. А как же это так получается, что после таких недружественных действий, неблагодарной Польши, великая держава не наказывает ее самым жестоким образом? Ну, хотя бы разрывом отношений с самой собой. Задам странный вопрос, просто обязанного задать. Очень часто звучат такие жесткие призывы разорвать дипломатические отношения. А, вы видите, да, со стороны всегда виднее. Я сейчас даже не об этом. Это эмоционально понятно. Но язык дипломатии и традиции дипломатические гораздо глубже. Эксперт в области погружения языка на различные глубины. Вот что обозначает взять и разорвать дипломатические отношения? Каким реально последствиям это приводит? Соловьев действительно не мог не задать этот вопрос. Потому что у 99% его нацистских зрителей, при всех их интеллектуальных способностях, все же возникает вопрос, а зачем вообще держать посольство в Польше? Ты же сам говорил, что эту страну надо разбомбить ядерным оружием. Хотят поляки быть следующими? Это не украинцы. Мы не будем к ним относиться, как братьям. Мы уничтожим все эти города вот просто на счет раз. Не используя для этого сухопутные войска. На Захаровой после такой подставы от Соловьева буквально лица нет. Она отказывается даже дослушать до конца вопрос пропагандиста. То есть это же ясно, что мы когда разорваем отношения, мы высылаем всех их, они высылают всех наших. К чему это приводит? В чем минусы такого решения и плюс? Ну действительно, сколько можно орать о том, что мы ведем войну против всего НАТО и при этом держать в этих самых странах послов, которые бегают на ковер к натовским министрам, мило улыбаются и жмут ручки? Давайте послушаем, как выкручивается Захарова. Я просто не буду уходить в глубину, потому что на это может уйти целая передача, какие аспекты будут заблокированы, если будут разорваны дипломатические отношения. Как минимум, коллеги Захаровой не смогут гастролировать по дипломатическим приемам и воровать со стола санкционные бутерброды со вкусной колбасой. Кто первый страдает от подобных решений? Люди, граждане. Я сейчас не говорю о гражданах Польши, среди которых, в общем-то, немало людей, которые прекрасно понимают, что сейчас происходит. Да, Путин в Польше – это самый любимый политик. Я говорю о наших гражданах, которые там живут, работают, у которых есть севни. Второй момент – соотечественники. Те люди, которые имеют и польские паспорта, возможно, и не польские паспорта, а паспорта других стран, но при этом они являются нашими соотечественниками. А мы прекрасно помним, что российская власть только и делает, что заботится о соотечественниках. Вся дорога какими помоями. Чтобы вы понимали, это такие зловонные, гниющие отходы. Там какая-то в центре озера. А, это яма, смотри. Видишь, у них такие есть мостики. Вот. И ты по этим мостикам, ты туда проходишь и кидаешь в эту яму, в эту лужу, кидаешь свои отходы. Больше, чем судьба соотечественников, Москву беспокоит только судьба русскоязычных людей за границей. Понятное дело, вечно ущемляемых и нуждающихся во вводе войск. Но так как все российские войска уже задействованы в войнах и массовых убийствах по всему миру, Захарова придумывает новую чушь о том, кого же Москва защищает в Польше. Оказывается, прямо сейчас через Польшу миллионы украинцев бегут в Россию. Давайте не будем забывать и давайте друг другу напоминать, какое количество людей вышло. Потому что другого варианта у них нет с территории Украины через территорию Польши за последнее время. И которым в том числе и польские власти не давали возможность, пройдя через Калининград или через Белоруссию, попасть на территорию близкую к их регионам, но на территории Российской Федерации. Представляете, оказывается, миллионы украинцев выехали в Польшу не потому, что Россия вторглась в Украину, убивает их родственников, ворует их имущество и сжигает их дома. Нет, это не потому, что они хотят оказаться как можно дальше от террористического государства и тех сотен тысяч вооруженных зомби, которых оно сюда шлет. Украинцы ринулись в Польшу, потому что хотят попасть в Россию. Но вот только польская власть встала на пути. То есть этим людям всем нужна помощь. Какая? Оформление документов, выдача свидетельств, подтверждение их статуса. Это колоссальная работа. Понимаете, да? Таких людей даже не миллионы, их миллиарды. Поэтому России так нужно держать в Польше целую дивизию шпионов с дипломатическими паспортами. И главное, вообще непонятно, почему Польша постоянно их высылает.